Девушки отдыхают Расскажу, покажу, как надо играть и как не надо играть тоже В общем, очень много комментариев под предыдущим видео я прочитал И зачастую эти комментарии сводятся к вопросу Как так у человека 7К рейтинг, а у меня 3К, а я играю лучше, а у него 7К Этот мне, конечно, вопрос поразил Хочу ответить, ну и естественно противники Ну, видно, что на предыдущем разборе противники были действительно слабее Чем, ну, средние противники могут быть и на 3К и на 4К Отвечая на вопрос Противники подбираются по внутреннему рейтингу Внутренний рейтинг исходит из, исходя из вашего отыгранного времени и количества партий Значит, скорее всего, раз у вас низкий рейтинг и попадаются сильные противники Вы играете часто, но неэффективно А вот у предыдущего разбора он играет не так много, но более эффективно Да, соответственно, он реже берет плохих героев Занимает чаще топ-5, топ-6 при плохих заходах И иногда топ-1 Поэтому у него ММР выше и еще у него меньше отыгранного времени Так что, если у вас много отыгранного времени и у вас низкий рейтинг Скорее всего, вы часто фанитесь на непопулярных героев Типа Флургла, Малигоса и тому подобное И вам не заходит, вы занимаетесь топ-8 Лучше всегда брать среднего по силе героя И если вам не заходит, занимает топ-5, топ-6 Так вы будете двигаться вперед Это отвечая на вопрос, почему у вас такие сильные противники на таком низком рейтинге Погнали смотреть сегодняшнюю партию Сегодня партия будет с Майл Скорпом Так, давайте быстренько глянем на героев Здесь есть Бигл Сорт, Юдора, Смотритель и Джараксус Джараксус не берется никогда, когда есть Мурлоки Если Мурлоков нет, Джараксус весьма сильный герой Капитан Юдора очень рандомный Ей нужно, чтобы ты сабилки поймал на более высокой таверне более сильное существо Если ты сабилки ловишь, там, Т1, Т2 юнит Это тебя никак не усиливает И, скорее всего, ты проигрываешь Мистер Бигл Сорт Очень зависим от заходов Смотрите, я беру Бигл Сорт, когда в партии есть Элемы и Пираты Потому что только они могут душить Вот, и тогда очень много людей вылетает Ну, естественно, что Бигл Сорт чаще берет топ-1 И чаще берет топ-8 Вот, так что здесь уже полка в двух концах Он нестабильный, но за него можно взять топ-1 Не так сложно Учитывая то, что в партии есть Мурлоки и Мехи Большая доля вероятности, что кто-то будет вылетать И ты будешь ставить триплетное существо на стол И получать из Т6 адаптозавров И накидывать на них, если на них не попал Бабл и Яд И, соответственно, у тебя будет более сильный стол, чем у твоего противника в Лейте Поэтому Бигл Сорт нормальный герой Здесь, конечно, выбор слабых героев Ну ладно, здесь, видимо, выбор между Смотрителя и Бигл Сорта Смотритель не берется никогда, если нету Мурлоков и Мехов Потому что на его слияние можно накинуть Бабл и Яд Я бы здесь Бигл Сорта брал И Смайл Скорп также берет Бигл Сорта, молодец Можно ролять топ-1 в этой партии, это круто Я буду, опять же, перематывать, не будем смотреть все партии Здесь, естественно, Мурлок Мурлок на старт берем Бигл Сорт фактически никогда не остается в первой таверне Ну, в этом нет смысла Че ты так долго берешь? Ну, берет Мурлока, естественно, ставит его на стол Здесь смотреть нечего У Кельтаса был демон, естественно Проигрываем вначале, не смотрим на хп Пробили и пробили Нас интересует темп и движение вперед Нам нужна финальная сборка Приходит Мурлок Ну и тут вопрос, да Тут, во-первых, можно Есть два варианта развития событий Это, там, взять вот этого Мурлока Купить, продать две головы Купить еще дракона Но это ход очень слабый Я бы здесь двигался вперед И не фризил бы этот ролл Смайл Скорб делает точно так же, видимо И это правильно Мурлока в этом случае мы не фризим никогда Потому что поймать Ну, мы взяли Мурлока Это токен Мы с этого токена можем, разменяв одну голову или хвост Получить два Т2 юнита Это очень сильно И очень важно для кота Смотрим второй ролл Здесь, в принципе, два хороших Т2 юнита Это демон и матрас Я бы здесь поменял Я бы здесь, возможно, продал голову И взял бы демон и матрас Потому что Ну, вот это вот одна атака Во-первых, хвосты собрать проще Да, в разы Потому что голову мы отправляем в пул А хвосты мы не отправляем в пул То есть там не появляется больше Мурлоков Волнолов Да, или как они там называются Вот И проще собрать хвост в триплет А вот эта вот одна атака Она не стоит того Учитывая то, что ты берешь очень сильные юниты Поэтому здесь бы я продавал голову И брал бы матраса и демона Ну, продаешь хвост Просто сложнее будет собрать триплет И, ну, сейчас посмотрим Намного ли те будут закидывать этих Мурлоков Волнолов Смотрим бой Бой против Токи Токи Здесь уже имеет дракона А я вот не знаю по проценту Хватает или нет Ну, вроде бы ничья точно есть Но даже победа есть Это, видимо, с абилки она вытащила Я так представлю Я не могу навести посмотреть Типа стриплет и не стриплет Но она может с абилки достать Т3 юнит Но ей очень повезло, что бронзовый страж попался Это, можно сказать, хайролл для Токи Это очень сильный заход О, здесь приходит чашка Чашка, круто Вот второго существа здесь нету Надо будет выбирать, что здесь брать Наверное, я бы просто взял 1-3 Королеву пыхлевых Или выхлепыха Чехпыха, короче, взял бы Гуля мне не очень нравится Хотя можно и гулю брать У тебя здесь нету единичек Ну, 1-3 И там 1-3 И сям 1-3 Можно сделать 3-ролл Продать чашку Но это потеря темпа Потеря темпа Здесь я бы все-таки брал Я бы 1-3 брал этого короля Хлепыха Потому что вот эта штука Тебе может очень сильно запороть Вот, и еще вперед поставил 4-1 Поэтому, если его Ну, например, ты пойдешь, умрешь И будет Ну, стоп Во-первых, расстановка Да? Здесь много о чем можно сказать Опять же, ты оставил голову, а не хвост Если бы ты оставил хвост Ты бы этот хвост сейчас поставил вперед Против Рафика, да? И отдал бы ему хвост Это очень важно Вот Это что касается расстановки Во-вторых, гуля, да? Ты поставил вперед 4-4 Если ты идешь первым И демон умирает И противник убирает гулю У тебя бесплатно умирает 1-1 Соответственно, почему лучше взять 1-3 без гули? Либо гулю надо ставить на первый слот Во-первых, ты бесполезную гулю отдашь Рафику Во-вторых, никто из твоих не умрет Хотя здесь можно еще вражеские токены, да? Пожахать Очень повезет Смотри, как все О, прикольно Бомба не вскрывается А, нет, вскрывается Ну и скорее всего из-за этого ты Здесь проиграешь Ну ладно, не так много урона Скорее всего без гули было бы Ну, примерно так же Примерно так же Было бы победить было сложно Вот один момент Что надо хвост отдавать А не голову Дальше Здесь по роллу Что у нас Здесь есть Здесь скорее всего выход в левел, да? Это Седьмая монета Это обычно Если ты играешь по такому развитию Она называется Один, пять, семь По-моему, если я не ошибаюсь То есть Первый ход Точнее два Второй ход ты апаешься Когда у тебя семь монет ты апаешься И Впоследствии На десятой монете еще апаешься Здесь что? Здесь можно взять котика под матрасы Вроде не сильно Можно взять на будущее Пиратку, да? Пиратку ты можешь поменять на абсолютно любое существо Из третьей таверны Более сильная Бронзовый страж Что-нибудь там Блокобот Ну Любую основополагающую карту В общем И Выбор этой карты Зависит исключительно от того Что сделает противник Вот он вышел в левел Надо посмотреть На чем он играет Что у него там за карты Вот И Можешь ли ты Без вот этого Небольшого усиления Тигра С ним справиться Вот ты навел Я не успел, к сожалению, посмотреть Значит Там 5 мурлоков Мурлоки в основном Играют С эпиком Мурлоком Много атаки Много атаки Но очень мало хп на данный момент Нет триплета И в принципе Гуля тебе может сыграть неплохую роль В этом бою Во-первых Гулю надо поставить вперед точно Так у тебя будет больше шансов Здесь Их забрать То есть ты не собираешься брать тигра И выходишь в левел Ну Надо Противник вышел в левел И ты идешь в левел Нечего отставать по темпу Как показала Предыдущий разбор Очень часто люди Отстают по темпу Да, ты вышел в левел Я здесь проматываю Хочу посмотреть на бой Видишь Много токенов Я первый раз вижу эту партию Но мне достаточно Мне этого достаточно Чтобы понять Что надо делать И здесь Очень красиво получается Скорее всего Ты здесь побеждаешь Гуля действительно делает Неплохие дела тут Ну значит Ты взял Гулю Все правильно Только против Рафаама Надо было ее ставить На первый слот И все Было бы лучше Вот Смотрим дальше Выход в таверну Вау Это прям вообще джекпот То есть у тебя есть хороший жонглер У тебя есть к этому Жонглеру Три-три И у тебя есть Сенсей Сенсей бафает Матраса Жонглер Плюс Демон Это очень сильно Я бы здесь брал Вот этих троих Продавал бы Наверное Гулю Да То есть мы продаем Гулю А нам еще что-то Надо продать Потому что все Не помещается Ну сейчас посмотрим Что продашь Чашку Наверное Надо продавать И вот это Оставлять Так Три-три ты берешь Жонглера ты берешь Все хорошо Увидишь ли ты силу Сенсей Гулю продаешь Все правильно Сила Сенсея Нет ты делаешь рерол Ну Ну Возьми Сенсей Он думает взять ли Пиратку Либо сделать рерол То есть А Сенсей Он вообще не думает Сенсей очень хорошая фигура Вы ее не упускаете Потому что Она на самом Вот ты взял 3-3 А Сенсей 4-4 То есть он сам 2-2 И он 2-2 баф дает А через ход он 6-6 А через два хода Он 8-8 О здесь бронзовый страж Ну тут надо Матроску менять на бронзовый страж Сразу усиляться Потому что Кельтас может Оказаться очень сильным Можно даже Две матрос Два пирата продать И взять матроса И дракона Бафнуть Бафнуть им Бронзового стража Посмотрим Хватит ли урона Сейчас против Кельтас Кельтас очень сильный Должен быть на этой стадии 2-3 раза сыграл А если поймал Очень сильное существо Он может еще и отпор дать Смотрим Ну я бы честно Я брал бы Как минимум Менял бы На бронзового стража Но может этого и хватить Просто вот рандомно Бомбочкой получаешь По жонглер И все И полетели Видишь Тебе не хватает урона Почему сразу не взял Почему сразу не взял Бронзового стража С бронзовым стражем Бы хватило Как минимум В ничью вывести И 5 хп У тебя идет в минус То есть Считаем Что у тебя должно быть 31 хп Если бы ты сделал Все как я сказал Ты выходишь в левел Да Окей Собираешь триплет В пятую таверну Здесь все нормально Смотришь Что там Здесь есть браны И багургал Выбираешь брана Хорошо Видимо будет ставить брана Ставить бронзового стража И под браном Качать бронзового стража Это нормально Это нормально В принципе Ну вот и Вот и окупилась его игра То есть Он пожертвовал хп Ради усиления Сильно ли это усиление Типа Плюс 2 Плюс 2 Дополнительно дать Бронзового стражу Под Драконом Ну Самый оптимальный Плейбл В тот момент О котором я сказал Это Не брать раскачку А взять просто Бронзового стража Это бы тебе позволило Не проиграть в том раунде Сохранить 5 здоровья И при этом Не просрать Вот этот дополнительный баф На бронзового стража И найти Сыграть через брано Вот такой вот Микро мисплей Сохраняющий тебе 5 хп А 5 хп Как показывает практика Для кота Это весьма ощутимая штука Здесь конечно С ударом Не очень повезло Надо было Попадать Надо было Попадать 9 урона Будешь Будешь качать Криплету А так А так Ты видишь Все Раскачу Сейчас Тебе там Придет Какой нибудь 2-3 И будет Немножко Обидно Приходит Неплохой мех Который под браном Можно покачать Ты его берешь Не пропускаешь Правильно Дракона Ближе Надо ставить Либо Если ты Да Нормально Все А что ты зафризил Плохой фриз Ниочемный фриз Абсолютно Абсолютно Ниочемный фриз То есть Ты зафризил Скорее всего Ну возможно Вот этого дракона Ты зафризил Ну и баф сюда Я бы лучше Сделал рерол Дополнительный Было бы профит Не уже пора Отказываться От джонглера Уже скоро Возможно Двое отлетят Ну и что А вы пока Пишите в комментариях Как думаете Сколько у этого Игрока рейтинга Насколько он играет Пока что Ну Был Небольшой Отыгрыш Я еще не знаю Насколько Вот Эти 5 Плюс 5 здоровья Сыграют Игру Вот Но если сыграют Я скажу Что это был весомый Как бы Отыгрыш Так надо было Отыгрывать Если они не сыграют Ну то Повезло Повезло значит То есть побеждаешь Токи видимо Ничего не нашла И главный вопрос Вылетит ли Кто нибудь Сейчас из лобби 15 урона 20 хп Вылетает у нас Огонек Были ли у него Триплеты Триплетов не было Есть небольшой Раскачанный Кобальтовый губитель Но есть чашка Которая даст 6-6 статы Здесь очень хорошо Берет баф То есть про дракона Он скорее всего И не думал Продает джонглера Окей Раскачивает Матрас Матрас на второй яд По мурлоку Это нормально То есть И выходить потом В лейте Через баблы Баблершу И ривендера Тоже хорошая сборка Особенно если В партии будет Очень много пиратов Есть мех неплохой Чтобы его не взять Думал А ну видимо Думаешь раскачивать Точные раскачки Мурлока Не настолько полезны Да у него есть яд Но он у тебя стоит Очень далеко Смотрел А что опять зафризил Здесь фризить нечего Ну видимо сначала Зафризил Потом подумал Я понял Для кота Коту Рашить таверну Абсолютно не важно Потому что Ну во первых Вот этого демона Уже пора убирать В конец А не в начало Потому что он тут Только стоит Портит тебе все О чем я там говорил А по поводу Раскачки Мурлока Сейчас ХП не так сильно ценится Хотя не ХП ценится Если ты очень быстро Под стак мурлоков Поймал Этого Брана Но у тебя всего Один мурлок В этом случае То есть у тебя Один яд И он обычно Знаешь так Ударяет Убивает И как бы Больше ничего не делает И впоследствии Другие твои Сборки через зверинец Неплохо отыгрывают Но пока что Ты побеждаешь Никто не вылетает К сожалению Ты находишься Очень высоко И вылетевшего Тебе не дают Пойдешь ли ты сейчас В левел Уберешь ли ты 13-13 в конец Потому что важно Надо Надо смотреть 13-13 в конец И матраса ближе К мехам И чтобы мехи Сразу бабл теряли Остаешься здесь Я считаю Что это Достаточно Правильное решение Стол у тебя Не настолько сильный Чтобы идти в пятый Против топ 1 Кувшин Кадгар Можно Кадгар мурлока И триплеты Покрутить Но забей Уже поздно То есть продал Меха Чтобы кинуть Раскачку Вернул ее В пул Ну хз Я бы не продавал Меха Я бы докрутился А вдруг Он в триплет Зашел Тебе Тоже как бы Дополнительный триплет В пятерку Очень часто решает Неплохой демон Который можно Сожрать демона Твоего Мне нравится Ну ты остаешься Без таланта В этом случае Но прям Ну дополнительные деньги Дополнительные статы Вполне себе нормально Почему нет Главное его поставить В правильную позицию Здесь обязательно Надо что-то взять Берешь раскачку демона Нормально Вполне себе нормально Расстановка Дракона Бронзового стража Надо ставить Ближе к брану Еще ближе Левее еще мурлока Мурлок должен быть Перед демоном Потому что Ну там обычно Жирные таланты И важно яд сыграть Как можно раньше Здесь стол У противника Очень сильный Это Та которая Деньги дает В золоте Это жесть Куча бабла Неплохой Митракс Раскачанный И Ривендер под бомбами Если Ривендер Не будет умирать Будет Не очень приятно Видишь Если ты сейчас С ядом ударил В ту же цель Ты бы Убил бы Митракса И он бы не стоял Уже на столе Здесь очень сильно Роляет Ну против такого Можно и вылететь На самом деле Я очень часто Вылетал При таком рандоме Вполне себе Реальная штука Потому что Если корабль Откроется Как-то более Благоприятно То как раз Душат И это очень важно Для кота В том плане Если это Если это противник Кого-то выбивает То есть тебе важно Чтобы Кельтас Нападал на более слабых Вылетает Токи У Токи Там что-то было Интересное Насколько я помню Есть золотой Бронзовый страж Есть аннигиляр 3.33 Который можно сыграть Под браном Ты берешь золотую Выходишь в левел Ну окей Как бы Нормально Можно поискать Что-то в стиле Надины Или колесгоса По двумя бронзовыми Ничего Жуткий адмирал Элиза Нотбет У тебя куча баблов Плюс неплохой Во-первых Тут на самом деле Сложный выбор Я Заморожу Жуткий адмирал Элиза Прикольная Ее ставишь на первый слот Все твои баблы Получают плюс 1-1 Плюс она сама Может выжить Плюс есть какой-то выход В пиратскую экзодию Смотрим Здесь еще Катгар присутствует То есть нашел шалопайку И уже можно потихонечку Переходить И топ-4 тебе обеспечен С другой стороны У нас есть бран Пару мехов И врагорез Ничего Потому что под котами Можно будет качать Что сильнее Ну тут уже надо решать Тут надо решать Во что ты больше веришь Я бы во врагорез Верил больше В врагорез Верил больше О и смотри Сразу тигра ловишь И снова демон И снова тигр Надо уже отказываться Я бы от матраса Отказывался Нафиг он нужен Такой 4-5 Да Ресает бабл Но впоследствии Ты бы смог закрыться А ты еще и от него отказываешься А ну потому что тебе нужен слот Ну ты мог просто закрыться Тигром Или демоном А зачем ты его сразу продаешь Что ты делаешь Матрас уже продавай Не парься Матраса продай Во Реролл Быстрее Врагореза на первую позицию Надо ставить И я бы здесь яйцо брал Все правильно Реролл Врагореза на первую позицию Аргус Можно да Аргус Здесь ничего работает Ты на бронзовую стражу Накинешь его клево Врагорез далеко стоит Может не реализоваться Весьма сильный Здесь Пиратик Смотри Врагорез не реализовался Скорее всего Тут вылетаешь Хотя Если Пират С первого слота В яд ударит А Вот так еще может быть Может даже победил Я не знаю проценты Но мне кажется Были очень низкие шансы На такой исход Что-то порядка там Двадцать Ты в двадцать процентов Где-то попал Очень повезло Еще никто не вылетел Интересно Что мы посмотрим Что будет дальше Здесь берется Аргус Ну скорее всего Будет делаться реролл Опять же нам нужно Освободить слот Как бы хорошо Сенсей у тебя смотрелся Да Как бы много он Статов уже дал А ты его пропустил Митрекс поздно Точно Митрекс нам не нужен Баблтаун Очень хорошо 3-1 Реслка Клево Очень хороший ролл Какой? Не-не-не Стоп Стоп Че ты продаешь Яйца продавай Нафиг О Слава богу Он меня как будто Слышит Слыши Сразу видно Человек смотрит Мои стримы Так Куда кидать Аргуса Ну мне нравится Аргус на Бронзового стража Точно Нет Правильно все делают На этого Только я бы Получается надо Бронзового стража Поставить рядом С Врагорезом И кинуть Аргуса Ну Либо на демона Кстати можно дать Или Так ты защищаешь И можешь Позволить себе Брана поставить Точнее Врагореза поставить На второй слот А на нем есть Реслка Да Ты Ты об этом подумал Ну наверное да Надо Брану давать Либо демону Тут уже Как вариант Два варианта Мне нравится демону Потому что его можно Потом через таунты Покачать Больше чем Брану От Брана тебе Придется отказываться Сейчас нужно Бронзового стража Ставить в конец И разводиться От размашистых ударов То есть здесь как идет Справа налево Бронзовый страж Аргус Демон Бран Да И уже потом Мурлок Врагорез Здесь немножко Неправильно стоит А если у него Врагорез раскачанный У тебя здесь Может Вот этот Мурлок Умереть То не очень приятно Мурим дальше Не Размашистых Нету Ну это как бы Не особо боишься Что врагореза убьют Минус Ривендер У противника Расстановка была Не Не от размашистых ударов И как бы Из-за этого он проиграл Скорее всего Из-за этого он вылетит Не расставился От размашистых Как бы ученица Без Ривендера Это Такое себе Да Тут есть 5-7 Все еще О здесь очень повезло Но оттуда Фигня вывалилась Очень долгий И безуспешный Для Рафика бой В общем я считаю Что по эффективности Вот Два момента Я хочу отметить Пока в этой игре Это ты не взял Не поменял Пиратку На бронзового стража Не сэкономил Пять хп У тебя бы сейчас Девять было Кстати Вот И Но это Не особо решает Не особо решает Потому что ты Я бы здесь Ривендера брал Очевидно Потому что можно будет Там баблерш И переобуться Если что В яды Но здесь Элемов нет в партии Поэтому против кого Тебе в яды Переобуваться Понятно Здесь куча золота Ну надо брать Естественно Золотое существо Чтобы иметь шанс На Доптозавра Возьми там Капитана Грязнарюк Все равно ты его продашь Все равно ты его продашь Ну точно не стяжателя Нафиг тебе эти статы У тебя нету слота Чтобы крутить Эти статы То есть тебе придется Либо демона Либо мурлока менять Это плохо Неправильно ты сделал Надо ставить Получать шестерку Адоптозавра Играть на стол И вы уже думаете От кого ты будешь отказываться Скорее всего От блокобота Надо будет отказываться Демоном Пожираем демона Жалко что он Теперь без таунта будет Но 30-30 Зато теперь можно будет Грамотнее развестись Надо пошустрее Искать какие-то Раскачки Выход в левел Типа Можно брана Поменять на учениц Конгора Будет лишний рез Но учениц Конгора Вообще не к месту Потому что Она будет резать У тебя что Врага реза И оттуда Еще и мелкого А ты усиливаешься На финальный бой Мне кажется Странновато Я думаю Ты крысу должен был И так побеждать Да Я здесь что-то не вижу Ничего такого Прям супер страшного От чего ты там Скрывался Еще и Врага рез сыграл Неплохо Снова баблы Вот этот мелкий Хорошо сыграл Ну скорее всего Здесь у тебя будет Все делать 30-30 23-20 Не резнула Бабл Блин сосед сверлит Зачем сверлить И резаешь Еще один бабл Плюс врага рез Который здесь Хорошо ударит Ты выселяешь Крысу Точно выселяешь Ну Слушай Как бы Примерно В 80% Того что ты делал Я в принципе согласен Но это уже знаешь Такие Варианты От того как ты Отыграл Того как ты думаешь Типа Правильно не правило Золотую героиню Надо брать Естественно Во первых она золотая Во вторых она героиня Так здесь неплохой Раскачанный Бронзовый страж Есть И золотая Длань империи Я бы бронзового стража брал Честно А здесь ты берешь Золотые Ну ты уж понимаешь Во первых Рубль просрал Надо было делать Реролл Либо купить 3-3 Пиратку Чтобы Ты этот рубль Не просрал Ну хз Наверное Героиня Здесь не особо Влияет Хотя Кинуть Зачем Этот врагорез Абсолютно Не нужен То есть Здесь О Вот здесь Уже теряемся Я чувствую Я чувствую Как Ты теряешься Тут уже Бесполезный Врагорез Абсолютно Ривендера Надо брать У тебя есть Баблерша И Дракон 31 Сейчас бы Вышел То есть Ты мог его Поставить Скажем На первый слот На второй слот Ты мог поставить Героиню И эта героиня Под Ривендером Дало бы 4 бабла Есть яд Под Ривендера Тоже хорошо Ты не успеваешь Отыгрывать У тебя проблемы С лейтом С непониманием Финала игры Адаптозавр Наконец-то Но Брана Ты уже продал Ты отказываешься От дракона В пользу Ривендера На второй слот Тогда надо 4-2 Здесь ставить А не на третий И Фрагореза Тогда уже в конец Он у тебя не реализуется Тут Можно было здесь Сыграть лучше Одно Так не хватило Чтобы Пробить Везло очень Что остался в живых Но он сильный Типа Его победить можно Можно Но статами Только Только статами Тебе хватает Вроде как Крутяк Ну ты его не выбиваешь Да? У тебя есть Адаптозавр Ну тут думать надо Резче Тебе вообще здесь Либо яды Баблы нужны Можно Врагореза Менять на Любой яд Мурлока Ставишь на него Яд кидаешь И переходишь В сборку Через яды Врагорез Конечно на первом Слоте уже Вообще не смотрится Ну на втором И мех Не нравится Ты что-то его Очень Долго Мусолишь У тебя видно Что в мехе Эти нифига Не качаются Блокоботы Избавляемся Нам найти яд У тебя во первых Адаптозавра есть Которую можно сыграть Тут что у нас Еще один адаптозавр Надина Надина Тоже хорошо А ты бронзовый Продал Все окей Дупликейт Он не нужен Ну типа Ривендеров Триплет Ты хочешь поймать А поймаешь ли Вон еще яд Пришел Мурлока Можно копануть Тоже яд Поискать Сколько адаптозавров Жесть Давай быстрее играй Че ты Че ты мутишь Играл бы с руки Зачем У тебя могло быть Сейчас 5 адаптозавров И яда Нет Яд Надо сыграть Сначала было И баблершу Ближе Надина Ну ты путаешься Очень путаешься В лейте Ты очень запутался У тебя мог быть Быть сильнее стал В разы Врагаре здесь еще хорошо Он 2 бабла снимает Ему еще Ты забыл дать Любую атаку Чтобы если он бьет сюда Он бы Ривендера за собой забирал А это очень сильно То есть тоже об этом Не забывай Ты же посмотрел Что у него есть Ривендер И у него 16 хп Тебе в тот момент В тот раз Не хватило чуть-чуть Чтобы его убить И ты это никак не подправил У него вот ядов Нету У противника твоего Можно воспользоваться Скорее всего ты Извелетаешь Да Что-то лейт Ты путаешься Вообще Ну ты запутался В лейте Во-первых Не повесил яд На адаптозавра Который так и не получил Яд Плюс у тебя пришла Надина Может быть стоило Поставить как-то Надину Раздать баблы Нуждающимся Адаптозаврам Но очень важно Было на них Яд кинуть Короче 6-683 Три момента Хочу отметить В этой партии Опять же Вернуться к ним Это Вот этот ход Вот этот ход Был Очень хороший Почему-то Ты его Не заметил Просто взять Просто взять 2-2 Вот этот Покачать матрос Матрас Ну ты решил Взять пиратку Тоже в принципе Можно играть Но Вот этот ход Был серьезней И в перспективу Он тебе принес бы Больше результатов Дальше Ты не купил Вот этого бронзового стража Тоже сэкономил хп Я не посмотрел Сколько тебе в лейте Нанесли Ну Зарешало ли тебе 5 Не Не зарешало Ну ладно Просто мог бы сэкономить Где-то Зарашить таверну Дальше Вот этот вот хвост Голову Ты оставил А не хвост И вот этот бран Того подтверждения Ты бы мог собрать Триплет хвоста В пятую Не в пятую Все равно Это было бы Весьма сильно Там может быть Бранд в триплет Подтянулся Или еще что-нибудь В общем Если бы место было Не помню Хватало ли места По-моему ты это поставил Чуть подальше Когда этого Была возможность Вот на этой позиции Ты мог собрать Этот триплет Тут можно продать Дракона Можно продать Жонглера И матраса Да Сыграть Собрать триплет Еще один Сделать триплет В более высокую таверну Дальше Ну и в лейте Очень такие Ну Ты Ты не сделал просто Аут В финальную игру Просто не усилился В конец То есть У противника Что нужно сделать Ну первое Что ты должен был сделать После того Как подрался с ним Сейчас я покажу Вот первый раз Ты увидел его состав Да Что надо сделать Оценить Как ты можешь его победить Победить его просто Жирными существами У тебя не получится По одной простой причине У тебя нет уже брана Да Ты не раскачаешь своих демонов Там пирата Пирата Который ты взял Зачем Там бронзовый страж Был клевый Вот И с Надиной Он опять же Да В лейте Неплохо сочетался Еще один аут был бы Надо решить Как мы можем побеждать Что ты видишь Первое что я вижу Что ты Вот здесь 16 хп А здесь 15 атаки То есть Сюда нужно как минимум Чем-нибудь там На 2 атаки закинуть Да Чтобы Чтобы он играл лучше Потому что здесь Очень сильно все завязано На Ривендера Да То есть бомбы Вдвойне срабатывают Ученица тут Все резнет То есть и бомбы И Вот этих Адаптозавров Она тоже резнет Тоже неприятно Вот Как ты можешь справиться Ну во-первых Да Раскачать врагореза Чуть-чуть хотя бы поднять До 16 атаки Если он бьет сюда Это просто прекрасно Во-первых Ты бабл снимешь И ривендера убьешь Очень мощно Очень правильное решение Было продать Блокобота И на первый слот Поставить врагореза Здесь вопросов нет И Ну Вот этот яд То есть Как правильно было Вот здесь сыграть Давайте 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 вот в этот момент Вернемся Значит У тебя два адаптозавра На одного место есть На второго места нет Ты продаешь пирата И играешь Безликого На адаптозавра Значит Что можно было сделать Ты продаешь пирата Играешь адаптозавра Играешь адаптозавра Покупаешь адаптозавра Во-первых Так у тебя адаптации больше У тебя будет Ну Демон Мурлок Мех Три Два раза по три И потом еще шесть То есть поймать на него И бабл И яд Становится Ну не знаю Космическим Шансом поймать На три адаптации Все что тебе нужно Да Играешь адаптозавра Продаешь пирата Играешь адаптозавра Покупаешь адаптозавра Играешь Если все еще не поймал На него яд Покупаешь яд Кидаешь на него яд Это очень важно было Дальше У тебя остается там По-моему Еще Три рубля Но ты захотел Вот этого адаптозавра Разыграть Ну Я просто купил адаптозавра Сыграл бы его Посмотрел Если на нем есть яд И на том За Сколько там получается За двенадцать адаптаций Мы поймали яд И бабл То кидаем яд На вот нового адаптозавра Да И в принципе По-моему должно хватить По деньгам Вот И если что Если не хватает Можно и врагореза продать Который в руке Беспонтовый сидит И безликова Можно продать Спокойно Вот А ты здесь что-то замедлил Здесь что-то замедлил Раскачки я кстати не видел Я хочу пересмотреть Были ли раскачки Какие-то Вот смотри Вот Два пять Два пять Раскачка врагореза Сразу Сразу ее покупаешь Продаешь Эээ Пятнадцать десять Раскачивать врагореза До семнадцати Очень важно было Так ты бы увеличил Свои шансы Ну прикольно Что в этой партии Есть о чем вообще Пообсуждать Вот это был Не очень важный Не очень важная покупка Была от тебя Безлики на этой стадии Ривендера Каковы шансы Что ты найдешь Пули Ривендера Что у противника Когда у противника Уже есть триплет Ривендера Очень маленький шанс Поэтому А единственное Что ты мог собрать триплет Это Ривендера Да Ну более полезного здесь Поэтому в данном случае Покупка безликового посетителя Была неоправдана Вот Прикольно Что здесь в лейте Можно о чем поговорить Обычно знаешь Там Мне понравилась Эта партия Мне понравилась Эта партия С той стороны Что Здесь Зачастую Ошибки Где-то какие-то В лейте Да И мне не пришлось Ну в начало Сыграно было не так Поэтому ты Как бы проиграл Да Здесь В начале Не было таких Больших ошибок Вот Ну то есть Были какие-то Твои личные Отыгрыши Да Ты как Ты так играешь Ну окей Как бы Друг Ты так играешь Вот здесь ты правильно Собирался сделать Почему ты передумал Почему ты решил реализовать Почему ты не сделал Дополнительные Три адаптации Ты же не получил Шансы 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 Карл Плюс Из-за этого Вон Яд не сыграть Мог бы здесь Вот яд на него кинуть Ну и адаптозавром Закрыться Просто яд На 12 19 Либо сначала кинуть Адаптозавра Обычно на него яд Потому что на него Меньше шансов Что яд может прилететь Здесь конечно Врагорес ударил Не так как предполагалось Но был шанс Был шанс Надо пользоваться Каждым шансом Вот на этом будем Заканчивать друзья Если понравилось это видео Не забудьте поддержать Его лайком Спонсоры Все так же Любого уровня Могут присылать мне Видео на обзор И возможно В ближайших партиях Попадут Ко мне на канал Вот Если вам конечно Это интересно Не забывайте про лайки Это очень важно Для алгоритмов Ютуба Пишите Комменты Что думаете По этому поводу Угадали Не угадали Рейтинг Здесь как бы Меньше вопросов Было больше ответов Мне кажется Это видео Более показательно О том Как стоит играть И какие моменты Стоит учитывать При игре Ну закаталось В любом случае Точно Все На сегодня буду с вами прощаться С вами был Грув Приходите на трансляцию Буду очень рад вас видеть Подписывайтесь на канал Включайте оповещения В телеграм Везде вас жду Всем до скорых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok